Обсуждение нового закона о наливайках продолжается. В этот раз власть ведет диалог с бизнес-сообществом. Напомним, проект позволит ограничить время и место продажи пивной продукции в общепите. Не попадут под временные рамки только рестораны и, скорее всего, кафе. Кстати, сейчас на повестке главный вопрос касается периода реализации спиртных напитков в наливайках. Не так давно его предложили уменьшить на час. Ограничение по времени работы общепита в многоквартирно-жилых домах, кроме кафе и ресторанов, до 22 часов. Это коррелируется с нашим законом о тишине, потому что у нас 22 часа. Это было как раз пожелание членов рабочей группы. Кроме того, эта мера подтолкнет наливайки к переходу в категорию магазинов, поскольку для них депутаты АКЗС хотят продлить время продажи спиртного до 11 вечера. Переквалификация поможет легализовать больший объем пивной продукции. С этим в Крае проблемы. С 2012 года количество лицензий на продажу алкоголя уменьшилось на 64%. Сегодня в Крае действует 4,5 тысячи лицензированных магазинов. Мы посмотрели, что 793 из этой категории, в том числе это предприятия общественного питания. Доля предприятия общественного питания в общем количестве всех лицензируемых объектов составляет всего лишь 15%. С другой стороны, переквалификация общепитовых наливайок на магазинную торговлю незначительно, но сократит доходы бизнеса. Как минимум из-за акцизов, которые есть для лицензируемой продукции. Поэтому для предпринимателей этот один час тоже важен. Хотелось бы до 23, чтобы было бы всем спокойно, и чтобы все спокойно могли зарабатывать и предоставлять нормальные услуги. А основная выручка у вас идет скольки до скольки? Основная выручка идет после 18 часов и как раз вот где-то до 23, когда люди как раз успокаиваются, идут спокойно спать после работы. Рассматривать комплексный проект о наливайках и времени розничной продажи алкоголя будут в АКЗ, скорее всего, в апреле. Максимум в мае. Если депутаты дадут зеленый свет, закон вступит в силу предположительно 1 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.